Девушки отдыхают Мы снова с вулканом вместе Серьезно? Значит, вы помирились? Здорово Ну, давай тогда присядем Кузен, я очень рад Спасибо, кузен Теперь все будет еще лучше Очень жаль В каком смысле? Жаль, что вы расстались Да Но, по-моему, за это время Мы научились еще больше ценить друг друга По крайней мере Я посмотрела на наши отношения С другой стороны Намного серьезнее Наверное, вам помогло То, что у вас были другие партнеры Ошибаешься, Чигла Я ни с кем не встречалась после вулкана Правда? Видимо, я все не так узнала Расскажи нам тоже Если ты, конечно, в этом Сама уверена Я просто предположила В конце концов У тебя были другие отношения Я думала, что и Денис могла найти себе Во время вашего расставания Кого-то другого Нет Ты ошибаешься Лгунья Вот ты и попалась Ладно Я и не думаю, что у вулкана Было что-то серьезное Денис, давай не будем обсуждать Наши личные с другими Мы потом поговорим об этом наедине А лучше вообще об этом не говорить Прошлое Есть прошлое Главное, что вы сейчас снова вместе Не так ли? Ну и сколько мне еще здесь стоять, а? О, ослой звонит Будто услышала, что они говорят Ответь Узнай, что ей нужно А что она скажет-то? Ну, что хочет сойтись с вулканом Нет, я не буду отвечать Я же сказала Все остальное в прошлом Я не зацикливаюсь на таких вещах Можешь ответить Ну, конечно, он не ответит Вредина Сбросила Ну и ладно Я так понимаю, теперь вы Сделаете помолвку? В последний раз Денис не приняла мое предложение, но Тысячу раз, да Хорошо, что ослы сейчас не здесь Впервые план Бурака сработал Дорогая моя Парень как Роза Но теперь ваша очередь И вы наденете обручальные кольца В скором времени Как бы там ни было Вы встречаетесь дольше, чем мы Ни за что даже Не думай Я этого не хочу Мы и так вполне счастливы, правда? Что вы делали у Сильды? Мы говорили про Чеглу и Бурака Мы думаем, что Надо сделать помолвку до конца лета Вы правы, но Не знаю, как отреагирует на это Бурак Он не хочет жениться У меня тоже есть сомнения Но время покажет Ладно Немного оставим наших детей в покое Расскажи, как там Эда Когда я приехал домой Ее голос звучал намного веселее, чем по телефону Она сказала, что Все хорошо Но Ясно, что она из-за чего-то переживает Она не может все спокойно обсудить Конечно С девочками намного сложнее Это верно Мы с Вулканом можем обсудить все, как мужчина с мужчиной Но с Эдой по-другому Может, ей кто-то нравится Я ведь Даже не знаю, с кем она встречается А может, я с ней поговорю? Ты не переживай Я поговорю с ней на ее языке Ну, как говорится, между нами девочками Узнаем, что ее волнует Было бы здорово В детстве Когда Эда была ребенком Ей не хватало материнского внимания Ей очень нужен совет И напутствие От такой прекрасной женщины, как ты Не переживай Я с ней поговорю Может быть, на дне рождения И что думаешь? Было бы неплохо На самом деле, я хотел тебя позвать Но меня самого не пригласили Молодежь будет праздновать в своем кругу Без стариков Ну, ладно Пусть делают, что захотят Мы найдем, чем заняться Хорошо, дорогая Все, что пожелаешь Ослы, дочка Как ты, моя девочка? Все хорошо, мамочка Все в порядке? Да, мамочка Ты не устаешь там? Смотри у меня Нет, не переживай, мама Доченька моя Я не буду тебя задерживать Хорошего дня Спасибо, целую тебя Любимая Я в жизни никогда не врала маме А теперь пришлось И все из-за этого мерзавца Шукран Слушаю Хочу сделать сюрприз для ослы Какой сюрприз? Мы еще не выставили всю ее мебель Которая была в ее комнате В старом доме Может, все красиво расставить? Ой, здорово придумала Ну, чего стоим? Пойдем скорее Я очень хорошо придумала Даже ослы будут в восторге Хорошо, здорово придумала Небель Продолжаем Новая температура Ут., - Кiad Небель 孩子 Это Небель Слушаю, дорогая. Эрдем, что ты делаешь? Ты сегодня даже не звонил. Тебе что, наплевать на меня? Нет, что ты. Разве я могу так поступить? Просто не хотел отвлекать тебя в первый рабочий день. Все хорошо. Привыкаю к новому месту. Я очень рад. Что мы будем делать вечером? Сегодня вечером. Я немного уставший, но... Ну, пожалуйста, давай отпразднуем, поужинаем вместе. Хорошо, тогда во сколько ты выходишь? Около шести. Я тебе напишу. Увидимся. Хорошо, дорогая, увидимся. Оф, нет, так не пойдет. Нужно искать работу. Без денег девушки мне не видать. Я на мели. Раз уж обед закончился, давайте уже пойдем. Нам еще работать. Да уж, мы работали сегодня. Чагла, ты сегодня что будешь делать? Мы с мамой пойдем на просмотр нового дома. Что значит просмотр нового дома? Они с мамой переезжают в Стамбул. Правда? Я рад. Я тоже, братик. Любимый. Братик? На самом деле, вы не в курсе дел. Моя мама и дядя Синан уже давно встречаются. Что? Это шутка? Правда? Да, но мы не афишируем. А мои мамы и папа знают? Конечно, знают. Я все узнаю последним. Можно сказать, в скором времени мы станем родственниками. Да, можно и так сказать. Просто пара года. Вот это да. Мой дядя красавец. Моя мама звонит как раз. Мамочка? Да, мы тоже сейчас уходим. Хорошо. Скинь мне адрес, пожалуйста. Увидимся. Хорошо, пока. Я тоже позвоню дяде поздравить. Поздравляю тебя, кузен. Ты что, решил начать работать? А это все из-за любимого папочки. Он предоставил мне выбор, и я решил пойти сюда. Тут все просто. Даже не надейся. Это еще почему? Ты, кажется, не знаешь господина Тургута. Ну, откуда мне его знать? Значит, скоро узнаешь. Мама ждет. Пойдем уже? Хорошо. Нет, я больше не выдержу. Будь что будет. Мама ждет. Ну, и в какой стороне твой новый дом? Я пока сама не знаю. Что это такое? Он держит ее за руку у меня на глазах. Ладно, я вернусь к работе. Чагла, а ты как сюда добралась? Ваш водитель привез. Тогда он пусть тебя и отвезет, хорошо? Хорошо. Увидимся. Увидимся. Дорогая, ты на своей машине? Да, дорогой. Хорошо, у меня есть еще пара дел. Увидимся. Хорошо. До встречи. Я не видел ослы в кафе. Ты же ее не подставил? Нет, она в офисе. Помогает мне. Помогает? Она же тут работает официанткой. Сегодня нет. Бурак, я обещал ей, что тут ей будет комфортно. И она согласилась. К чему ты это говоришь? Просто оставь ее в покое. Пускай работает здесь. Без неприятностей. С каких пор ты ее защищаешь? Я дал ей слово. От меня тоже будешь защищать? Я не понял. А ослы очень наивная и добрая девушка. Не используй ее. Найди себе новую игрушку. Какой заботливый. Но я не могу держаться от нее подальше. Почему? Потому что мы живем в одном доме. Что? Как это? Ослы вместе с мамой живет у нас. Она работает у нас поваром. Да ну. Они переехали, когда мы были в Бодруме. Вот этого я никак не ожидал. Ну еще бы. Раз теперь ослы часть семьи, то ты будешь осторожней с ней. Ладно. Завтра у нас будем отмечать день рождения Эды. Так что приходите. А разве не в заведении, Барыша? Мы решили сделать сюрприз. Эда не знает. Хорошо. Давай. До встречи. До встречи. Он... Он правда защитил меня перед Бураком. Где ты был? Я велел тебе сидеть тут. Чуть не попались. Ты что? Хорошо. Если прятки окончены, я могу идти? Иди. Действительно красивый дом. И мне нравится. Чегле тоже понравится. Я поговорю с агентом о покупке. Покупаем? Покупаем? Я не хочу, чтобы ты делал что-то подобное для меня. Я думала, мы будем его снимать, поэтому пришла. Я не приму такой подарок. Для меня это тоже хорошее вложение. Лейтенан, мы двое очень хорошо знаем, что ты не купил бы этот дом, если бы я не переезжала в Стамбул. Правда, я не могу принять этот подарок. Сейчас дом мне не по карману. Если мы не будем его снимать, то смотреть нет смысла. Альчин, позволь мне это сделать. Почему ты мне не разрешаешь? Это Октай. Я отвечу. Он давно не выходил на связь. Хорошо, жизнь моя. Прости. Октай, ты где? На Кубе? И что ты там делаешь? Ты в отпуске. Ну, хорошо, а как же иначе? Нет, конечно, мне неинтересно. Я звонила тебе, потому что Чегла не может с тобой связаться. Она хочет пообщаться. Когда ты ей позвонишь? Нет, я не могу сказать. Сам позвони и скажи ей это. Нет, не бросай трубку. Октай, подожди. Он пробудет там до конца лета. Что я скажу Чегле? Все хорошо, милая. Прости, что тебе пришлось это слышать. Позволь мне помочь тебе. Ты мне доверяешь? Конечно, доверяю. Тогда мы покупаем этот дом. Синан. Если хочешь платить за него, то аренда будет сто поцелуев в месяц. Скажешь, что мало, тогда тысяча поцелуев. Я не шучу. Я люблю тебя. Спасибо. Спасибо, Шукран. Не за что. Очень красиво получилось. Ослы очень понравится. Да. Она так давно не рисовала. Дорогая моя, не переживай. Она снова начнет рисовать. Ты видишь, что происходит? Не знаю, что ей сказать, милая. Я тоже нахожусь в шоке. Нет, я не могу так работать. Будет лучше, если я найду другую работу. Девушка. 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 Мама, я в восторге. Он даже лучше, чем я ожидала. И больше, чем наш дом в чешме. Особенно моя комната. Я очень рада. Наконец-то свой дом. Но если бы не Синан, мы бы скоро так не переехали, да? А, тебе не стыдно? Я когда-нибудь тебя подводила? У брата Синану очень хороший вкус. Правда? Мне тоже очень нравится. Ты смогла поговорить с тетей Сельдой? Ну, конечно. Ты не переживай. Она с нами согласна. В конце лета вы уже будете женаты. Бурак не согласится, мама. Бурак высказал свое мнение прямо перед Денизом и Валканом. Как это так? Мы начали обсуждать их помолвку, и Бурак начал высказываться. Я опозорилась. Сельда все решит. Только ничего ему не говорит. Я и так ничего не говорю. Но у меня заканчивается терпение. Тем более из-за Дениз. Ты бы видела ее мама. Весь день хвастается. Чегла. Но я... Успокойся. Злоба не дает мыслить логично и действовать здраво. Ты в любом случае будешь спокойна. Тем более в отношениях с Бураком. Кстати, он очень рад, что ты и брат Синан вместе. Ты рассказала, да? Не можешь молчать? Ну, конечно. А как ты думала? Валкан тоже в восторге. Я поняла это по глазам. Я рада, что вы все теперь все знаете. И что это не стало никакой проблемой. Конечно, не проблема. Конечно, пока не узнал мой папа. Он очень разозлится. Кстати, о нем. Я хотела сказать, что мы с ним поговорили. Он наконец-то позвонил? И где он? На Кубе. Что он там забыл? Когда он вернется? Не скоро. Минимум через месяц. Впервые мы должны были провести лето вместе. Я совсем не удивляюсь, если он все пропустит. Ты расстроена? Нет. Я уже к этому привыкла. Он даже не звонит. Хоть через тебя передал, что живой. И на этом спасибо. Родная моя, ты права, но он просто такой человек. Что ты можешь поделать? Я расстроилась не меньше твоего. Я знаю, мама. Тогда, может быть, съездим куда-нибудь вместе, как мама с дочкой. Куда бы ты ни захотела. Отлично, мама. Главное, чтобы ты была счастлива. Эрдем? Да, я скоро выхожу. Целую тебя. Увидимся, увидимся. Ослы. Я ухожу, Эрдем позвонил. Тебя ждать? Нет, не надо. Так, на сегодня достаточно. Рабочее время уже закончилось. Господин Тургут, я как раз выходил. Вы уже закончили? Ну, не совсем. Я могу посмотреть на то, что вы сделали? Я продолжу завтра. Господин Бурак, я попросил сделать это сегодня. Вы не уйдете домой, пока не закончите. Я не могу уйти. Да, вы не можете уйти. Вы мне запретите? Я не понял. Нет, я просто сообщу вашему отцу. Вы сейчас серьезно говорите. Господин Нехат сам попросил. Угу. То есть вы меня не прикроете, да? Не прикроете. Угу. Ладно, ничего не поделаешь. Вы делайте то, что нужно. Вам хорошего вечера. Слушаю, мама. Сынок. Как твой первый день? Все прошло хорошо. То есть нет никаких проблем? Ну нет, мама, ты что? Нет никаких проблем. Спасибо Всевышнему. Я очень рада, потому что мы с отцом поспорили. Он сказал, что ты даже дня не выдержишь. И Тургут на тебя пожалуется. Я сказала, что он недооценивает нашего сына. И ты нас не опозоришь. Понимаешь? Слава Аллаху. Я оказалась права. Милый, ты не говори отцу, что я звонила. Хорошо? Это между нами. По-моему, он идет. Бурак. Я пошла, дорогой. Ему не говори ни слова. Мне надо пойти в актрисы. Я просто супер сыграла. Сильда Султан, что ты опять задумала? Ниха, ты давно вернулся? Только что. Как ты, мой дорогой. Все хорошо? Да. Тут нужно сортировать все в алфавитном порядке? Да. Удачи. Ну нет, я в жизни один не справлюсь. Я ухожу. Что-то еще нужно? Нет, спасибо большое. Откуда у него мой номер? Что опять? Что ты хочешь? Я твой босс. Не говори так со мной. Немного будь вежливее. Извините, я забыла, что ты мой босс. Слушаю вас, господин Бурак. Поднимись ко мне в кабинет. Не приказывай мне. Ты можешь прийти, пожалуйста? Да что случилось? Что тебе надо? Ты можешь сюда подняться, пожалуйста. Ладно. Что ты хочешь? Говори быстрее. Я не хочу опоздать на автобус. Ты куда? В каком смысле куда? Домой. Я, наверное, не буду тут ночевать. Видимо, я буду сидеть здесь до утра. Удачи тебе. Слушай, а ну что случится, если ты мне поможешь? Прости, я очень устала. И если я приеду поздно, мама будет волноваться. Ну хорошо, мы её предупредим. К сожалению... Ладно, понял. Даже один раз мне не можешь помочь. Ты что, забыл, сколько времени я пряталась от твоей девушки? Хорошо, хорошо. Я понял. Брось меня здесь одного. Хорошего тебе вечера. Единственная девушка, которая не поддаётся ни на что. Боже. Простите, а когда будет последний автобус? А он уехал пару минут назад. Но рядом есть ещё одна остановка. Или, может быть, кто-нибудь из коллег сможет вас подвезти. Такой вариант. Спасибо. До свидания. Ах... Работать это, оказывается, так сложно. Хорошо, сегодня я выдержу, но на этом всё. Я устал. Нет уж, спасибо. Спасибо. Я тут застряла. Пойду хотя бы помогу ему. Мамочка? Дочка, ты где? Мамочка, я немного задержусь на работе. Просто позвонила предупредить тебя. Всё, с первого дня так утруждают? Нет, я сама напросилась. Не переживай. Я не устала. Хорошо, милая, береги себя. Хорошо, мамочка, целую. Нет, я не смогу это всё закончить. Это просто нереально. Не смогла меня здесь бросить одного, конечно. Нет, конечно. Пока я тут с тобой разговаривала, я пропустила последний автобус. Ну и ладно. Сейчас ты же здесь. Я очень счастлив. У нас куча дел. Ты же мне поможешь? Поможешь? Разве у меня есть выбор, босс? Ладно. Ты иди садись сюда, а я объясню, что нужно делать. Итак, начнём. Итак, нужно всех разложить по алфавиту. Я уже начал и дошёл до буквы «Джи». Ну ты нашёл, чем гордиться. Ты вообще в курсе, сколько ещё осталось? Я уже вижу твой настрой. Мы быстро с этим справимся. Хорошо. Пока я тут всё раскладываю, вбивай клиентов в компьютер. Вперёд, давай. Хорошо, босс. Поздравляю с переездом в новый дом. Добро пожаловать, Тукча. Спасибо, я принесла мороженое. Спасибо. Тукча никогда не приходит с пустыми руками. Проходи. Ваш новый дом просто чудо. Да, мне тоже очень нравится. Что-то срочное? Зачем ты меня вызвала? У меня к тебе есть просьба. Какая? Поговори с визажисткой, которую мы видели вчера. С какой визажисткой? Которая знает про Карай и Денис. А, сейчас я поняла. Зачем мне с ней встречаться? Нужны фотографии, с помощью которых я могу доказать, что Денис встречалась с Караем. Думаю, она с радостью нам поможет. Хорошо, но зачем ей нам помогать? Не будь такой наивной, ради денег, конечно. Ладно, не злись. Я сразу не подумала. Завтра схожу. Нет, я передумала. Ты сейчас все испортишь. Не испорчу. Скажи, что мне сделать. Хорошо. Сначала запишись к ней на макияж. А потом начни сплетничать. Она это обожает и с радостью все выдаст. А затем расскажи, что ты продаешь фотографии в газеты. И она неплохо на этом заработает. Ну а дальше все очень просто. Чагла, я удивляюсь. Ты за две минуты уже все придумала. Остальное дело остается за тобой. Я хочу видеть лицо Денис, когда я покажу всем, какая она улкунья. А когда ты откроешь все карты? Самый подходящий момент. Девочки, ваше мороженое. Пиши давай. Что ты так смотришь? Давай быстрее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай немного передохнем. Я устал. Ну, давай. Нам, наоборот, надо ускориться. Не ленись давай. Не лениться? А ты забавная. Я, правда, больше не могу. Тут как-то все давит на меня уже. Я не привык сидеть на одном месте. Ну, не привык я. Я придумала, что мы можем сделать. Ты куда? Бери ноутбук и пошли. Живее. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушаю, Денис. Что ты делаешь? Я приехал домой. Что будешь делать вечером? Встретимся? Нет, милая, я устал. Мне нужно немного отдохнуть. Хорошо. Вулкан, я хотела спросить у тебя про ту девушку, с которой ты встречался. Для меня это очень важно, понимаешь? Ты понимаешь меня? Расскажи, пожалуйста, что у вас было? Денис, ты все не так поняла. Так объясни. Мы всего лишь притворялись. Я прикрывал Бурака перед Чаглой. Это он все придумал. Я только помог ему. Как всегда. Я не могу в это поверить. Очень удивлена. Но рада это слышать. То есть, я верен только тебе. Как и ты мне, Денис. Только ничего не говори Чагле. Иначе их отношения с Бураком могут закончиться. Конечно, милый. Не переживай. Увидимся, дорогая. Смотри, мы поработаем тут. Наверное, тут тебе не будет скучно. Ты очень хорошо придумала. Молодец. Спасибо. Еще один плюс тебе. Ну давай, за работу. Спасибо. Почему ты так смотришь? Да так. Ну давай, давай. Ты называй мне имена, а я буду записывать. Давай. Хорошо. Так. Фелиз. Ну и где он ходит? Работает, наверное. Тургут сказал мне то же самое. Но я ему не верю. А я могу ему позвонить. Нет, жизнь моя. Я сам ему позвоню. Бурак, ну давай уже, убери свой телефон. Потом поиграешь. Хорошо, что ты не мой босс. Ну давай, Бурак. Хорошо. Пиши, девочка. Пишу. Тебе звонят. Слушаю, отец. Привет, сынок. Ты где? Я в клубе работаю. В клубе? Так поздно. Работаешь? Ты меня недооцениваешь, папа. Сынок, ты либо вообще не работаешь, либо уходишь на весь день и не возвращаешься домой. У тебя нет никакой золотой середины. Ладно, отец. Я приеду, как закончу. Не переживай. Ладно, хорошо. Буду ждать. Хм, кажется, он и вправду работает там. На работе, да? Ты же говорил, что он не будет работать. Допустим, сейчас он работает. Но помни мои слова. Вот смотри. Завтра он не выйдет на работу. Если желаешь, мы можем поспорить на что угодно. На что угодно? На что угодно. Хорошо. Договорились. Моя мама тоже волнуется. Я предупредила, но... Мы почти закончили. Кстати, не знаю, что бы я без тебя делал. Спасибо тебе большое. Не за что. Но это в последний раз. Хорошо. Я бы предложил довезти тебя до дома, но... Да. Было бы немного странно. Ладно, я могу выйти где-нибудь рядом с домом. Хорошо. Пойдем. Я надеюсь, что ты больше не будешь вызывать меня к себе в кабинет. Этого больше не повторится. Я рада. Потому что я не думаю, что буду работать. Каждый день в таком темпе это слишком сложно. Я очень устаю. Ты как будто кирпичи таскал. Ты такой избалованный. Отчего ты устал? Отец говорит, как будто все просто. Нужно работать, быть ответственным. Делай это, делай то. О, я начну, когда придет время. Ну, куда торопиться? А как ты поймешь, что время пришло? Жизнь для тебя такая простая, но ты легко можешь всего лишиться. И тебе будет очень непросто. До... до смерти моего папы в жизни все казалось простым. Я проживала такую спокойную жизнь. Мне не надо было работать. Но все очень резко изменилось, и я должна была стать сильной. Ведь у меня не стало папы, который меня обеспечивал. Мы с мамой очень много пережили. И теперь твердо стоим на ногах. Сочувствую. Это должно быть тяжело. Твой отец старается для тебя. Пытается научить тебя самостоятельности. Чтобы ты научился справляться без них. По-моему, тебе очень повезло. У тебя есть все. Работай, чтобы не лишиться этого состояния. Теперь мне кажется, что отец все-таки был прав. Я совсем недавно знаю твоих родителей. Они такие добрые, хорошие люди. Тебе правда повезло. Спасибо. Ты права. Права. По-моему, ты должен их ценить. Я могу выйти где-нибудь здесь. Пройдусь пешком. Хорошо. Еще раз спасибо тебе большое. Ты иди, а я поеду за тобой ею. На всякий случай. Но уже поздно ведь. Где же она? Аллах, пожалуйста, защити мою девочку. Пусть ее окружают только хорошие. Я пришла. Ослы, я чуть с ума не сошла. Мамочка, ну зачем ты так говоришь? Зачем ты волнуешься? Я же сказала, что я задержусь. Помню, но ты же меня знаешь. Я переживаю, когда на улице темно. Мамочка, пожалуйста, успокойся. Хорошо, хорошо. Когда свои дети будут, тогда и поймешь. Ослы, у меня для тебя сюрприз. Сюрприз? Да, пошли. Мамочка моя. Но я все равно не смогу здесь рисовать. Знаю. Знаю, девочка моя. Ослы, может быть, однажды тебе здесь понравится, и ты привыкнешь. Мой дом там, где ты, мамочка. Только там, где ты. Малышка. Спасибо тебе за этот сюрприз. Ты голодна? Приготовить тебе что-нибудь? Нет, мамочка, я не голодна. Я очень устала. Хорошо. Давай сюда сумку. Как прошел день? Хорошо. Я выходила из магазина с кучей пакетов. И не смотрела, куда шла. Вдруг столкнулась с Нариман. Обе удивились. Ведь столько лет не виделись, представляешь? Ай. Привет. Мой дорогой, с возвращением. Спасибо, мама. Привет, сынок. Как работа? Очень хорошо. Хорошо? Ну, ладно. С вашего позволения, я хочу сегодня лечь пораньше. Знаете, завтра снова на работу. Мне нужно рано вставать. Стой, стой, стой. Как это? Ты снова пойдешь на работу? Ну да. А почему ты так удивляешься, папа? Ты был очень прав. Я должен стать ответственнее. Мне известно, что нас ждет. Нужно быть готовым к любым трудностям в жизни. Так что вот так. Ну ладно. Доброй ночи. Это был Бурак? Я до сих пор в шоке. Доброй ночи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не переживай Я слежу за дверью Если что, я тебя сразу спрячу В этом тебе нет равных Сэндвичи готовы Чай тоже готов Из нас получилась хорошая команда И дома, и на работе Правда? Это точно Ммм, ты меня очень удивил В каком смысле? Сэндвич вкусный Спасибо Сэндвич вкусный Пока нас не поймали, я пойду к себе Ослы Что опять ты хочешь? Сэндвич вкусный Сэндвич вкусный Сэндвич вкусный Сэндвич вкусный Сэндвич вкусный Сэндвич вкусный